всем привет в этом видео видео совсем не будет будут только вот такие фотографии это фотографии того как я делал бацинет из листа толщиной 6 миллиметров многие задаются вопросом зачем делать бацинет из куска из листа толщиной 6 миллиметров дело в том что как вы знаете все бацинеты все шлемы в средневековье были цельнокованные сейчас цельнокованные шлемы делаю с помощью разинга то есть берется тонкий лист толщиной например полтора миллиметра два миллиметра и долго целенаправленно опускаются края такой метод имеет свои плюсы и свои минусы из минусов то что нам нужно иметь точечный прогрев то есть если мы греем большое пятно то нам сложно работать разинга потому что место которое ложится на шпирак на приспособу должно быть холодным а место которое мы должны опустить должно быть горячим если у нас этот принцип соблюдается то мы можем опускать нужную нам зону если же место которое на шпираке лежит на приспособе тоже горячее то при опускании нужной зоны место которое находится на приспособе начинает вытягиваться вверх горн не дает точечного нагрева горн дает большое пятно и довольно долго греет деталь которая кстати очень быстро остывает я делал несколько шлемов через горн цельнокованных и это было очень сложно сделать потому что нужно было держать заготовку клещами не пинцелями как здесь вот видно зажал и она себе сама держит а клещами то есть рукой нужно было постоянно удерживать заготовку взял заготовку положил в горн клещи в руке держи чтобы они не нагрелись потому что пинцели в горне прогреются вместе заготовкой и когда нужно начинать работать этими одними клещами левой рукой достаешь вот эти три килограмма или три с половиной это очень сложно и очень трудно ложишь на приспособу и пытаешься работать кисть болела очень было неудобно это если работать через горн если работать с резаком все намного проще вы сразу же повесили заготовку на приспособу на шарик там же греете рядом с шариком пинцель повесили зону нужную прогрели точечно там буквально 7 квадратных сантиметров или где один дециметр прогрели проработали молотком прогрели проработали молотком не так сильно греется заготовка пинцели вообще еле теплые можно держать можно не один пинцель повесить все очень удобно но в средневековье не было таких резаков и делали они понятное дело через горн возможно у них были какие-то насадки которые давали точечный нагрев то есть на само сам город как-то закрывался там было какое-то сопло и мехами нагоняли горячий воздух и прогревали зону но мне показалось что возможно был и другой вариант изготовления таких шлем метод о котором я подумал называется выкладка или дешинг дефовка то есть мы берем большой молоток ложим заготовку на яму и выбиваем как бы делаем полусферу понятное дело что если мы возьмем стали толщиной 2 миллиметра если мы таким образом вытянем шлем то он скорее всего или превратится в фольгу или он просто порвется но если взять толщину побольше например и 5 или 6 миллиметров то в финале то есть когда мы вытянем уже полностью готовый шлем эта толщина превратится в нужные нам два два с половиной миллиметра поскольку в 14 15 веке уже вовсю пользовались механические молоты например на водяном приводе не могли или средневековье братью толстый кусок и под таким молотом делать грубую заготовку на шлем которую потом уже райзингом обрабатывали то есть получить из какой-нибудь из какого-нибудь толстого блина такую полусферу которую потом другой мастер уже оформляет в салет или вармет или что еще нужно сделать по заказу поэтому я решил попробовать сделать шлем именно таким методом то есть я взял лист толщиной 6 миллиметров и разбивал его растягивал вглубь чтобы получить бацанет вот на фотографиях вы сейчас видите как деформируется заготовка в процессе работы но такой метод тоже имеет свои недостатки особенно если мы прогреваем заготовку резаком дело в том что такую толщину и такую массу резак греет довольно долго и именно здесь нам нужно иметь большое пятно которое будет дольше сохранять температуру и можно будет дольше бить это первое и второе руками это делать сложно даже наверное стоило бы пробовать такой метод с помощью молотобойцев сделав эту операцию полностью вручную я пришел к выводу что легче было бы делать это все с помощью механического молота тем более что в средневековье такие молоты были при изготовлении этим методом я все равно пользовался райзингом сначала я выбил заготовку вот примерно до состояния как на фотографии и сейчас я уже начинал работать райзингом кроме всего прочего я еще расплескивал стенки шлема для того чтобы они растянулись в длину то есть добавили высоту шлема на самом деле я довольно рано начал делать райзинг в тот раз и получилось что у меня были очень толстые стенки которые нужно было расплескать и вытянуть и при этом короткая высота а при форме как в бацинете очень сложно было растягивать стенки и вышло так что верх купола был примерно 2 мм середина шлема 2,5 мм и сам край шлема внизу приблизительно 1,8 мм на изготовление такого купола у меня ушло примерно 8 или 12 рабочих дней это очень много для цельнокованного шлема например обычным райзингом из листа 2 мм такой купол делается за 4 дня максимум так много времени было потрачено потому что таким методом я делал первый раз я ошибся слишком рано начал работать райзингом опускать края которые стоило бы растянуть еще ну и такой метод лучше применять вместе с механическим молотом который бы в разы ускорил изготовление начальной заготовки то есть полусферы которая потом уже оформляется райзингом в нужный шлем поскольку я не смог добиться равномерной толщины шлема макушка на затылке была очень мягенькая то есть по ударам чувствовалось что там примерно 1,2 мм то я эту заготовку отложил и сделал по старому методу чисто райзингом из листа 2 мм новый купол вот видно процесс как превращался плоский лист в бацинет ну кстати и из-за недостатка толщины в первой заготовке я просто не смог вывести нужную геометрию и вот сейчас вы видите что бацинет должен быть очень острым на макушке вот тут вот ярко видно это в пользу метода вытягивания шлема из толстого куска можно сказать следующее сделав с десяток цельнокованных шлемов я заметил что внутренняя поверхность моих работ сильно отличается от средневековых артефактов у меня она довольно гладкая а в музеях внутренняя сторона очень побитая и имеет заковы от круглого бойка молотка как будто шлем били с внутренней стороны большую часть времени процесса изготовления поэтому я предположил что и метод работы кардинально отличается от современного в общем я выяснил что сделать цельнокованный купол можно с помощью альтернативного метода чисто теоретически возможно в средневековье именно так и делали но это не доказано кстати этот шлем был изготовлен для лоренцо степиони который терпеливо ждал свой заказ и с пониманием отнесся что у нас были задержки в производстве в 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 Продолжение следует...